МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно и по ночам было больше убирать. То есть как бы поэффективнее это выглядело. Общественный контроль теперь уже из-за уборки города от снега и принудительно публичная работа снегоуборочной техники. Сегодня сначала в правительстве области, а потом и в общественной палате региона сообщили, что некачественной расчистке города объявлен бой. Три десятка травмированных за последнюю неделю специалисты фиксируют, что травмоопасный сезон в Кирове продолжается как для водителей, так и для пешеходов. Транспортники настаивают на повышении стоимости проезда до 30 рублей, а ветераны просят в Рио губернатора повлиять на решение службы по тарифам. Письмо уже направлено в правительство. Количество обманутых дольщиков может вырасти в 10 раз. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ области и предложил, как решать проблему. Редакторы проекта в активном поиске делятся тайнами съемочного закулисья, зачем кировчанец строит отношения в прямом эфире, как в программу попали мошенники и правда ли, что на свидание к Алине Мозговой можно попасть лишь со справкой о доходах. О главных событиях вторника 29 ноября расскажет информационный канал «Город» студия Артем Панекаровских. Здравствуйте. Последние снегопады в очередной раз показали, насколько дорожным службам удается справляться со стихией. Требованиям уборки снега соответствуют разве что только некоторые традиционные участки центральных магистралей. Тем временем сегодня на заседании общественной палаты была создана рабочая группа по общественному контролю за уборкой улиц. Свой контроль смогут проводить. И кировчане, даже не выходя из дома, сегодня появился и открытый доступ к карте работы дорожных служб. Правда, делать какие-либо выводы, хорошо работают дорожники или плохо, сложно. Проще выглянуть в окно. Никита Тузов продолжит. Сколько единиц спецтехники и где находится каждая из них? С сегодняшнего дня это может узнать каждый житель области с помощью новой информационной системы. В областном правительстве считают, так любой сможет контролировать уборку города от снега. Но по факту разобраться с картой очень даже непросто. К примеру, по отчету городской администрации, прошлой ночью проезжей части улиц убирали 69 единиц снегоуборочной техники. С помощью сервиса можно задать временной промежуток. Но оценить общее количество работавших машин практически невозможно. Придется просматривать маршруты каждой единицы, а затем делать выводы. Впрочем, в некоторых местах уборку снега и так видно. Проезжая часть от бордюра до бордюра расчищена практически до асфальта. Но только на центральных магистралях. Да и то не везде. И если на главных улицах норматив уборки снега с проезжей части от бордюра до бордюра еще хоть как-то удается соблюдать, то второстепенные улицы, такие как, например, Некрасово, стали как минимум в полтора раза уже. И одна из причин тому припаркованы на обочинах транспорт. В некоторых местах оставленные машины приходится эвакуировать, а их владельцев штрафовать. Только за ноябрь дорожные полицейские отправили на спецстоянку 150 авто, которые мешали уборке снега. Но только если были требования, которые запрещали парковку. И в первую очередь водители, которые нарушают требования и устанавливают транспортные средства, оставляют их под знаками «Остановка снега запрещена». Очень часто это нарушение распространено зимой, когда на дорогах особенно с односторонним движением водители ставят транспортные средства по знакам «Остановка запрещена по счетным или по нечетным числам». Вдобавок, прошлой зимой городские власти регулярно делились своими планами по ночной вывозке снега. По каким-то причинам от этой практики чиновники отказались. Результат недовольный и порой даже застигнутая неожиданной уборкой врасплох автолюбители. Как отсюда выезжать опланируете? Хотелось бы, чтобы были дороги получше, почищены, но тем не менее приходится мириться с тем, что есть. Лопата лежит в усе, так что если что, справимся подручнее. Можно и по ночам было больше выбирать, поэффективнее это выглядело. Не хватает техники, наверное. Ну, это автопарк, чтобы чистить дорогу. Достаточно ли спецтехники выходит на уборку снега, предстоит оценить экспертам областной общественной палаты. Сегодня на очередном заседании сформирована группа контроля, а ее участники снова выйдут в рейды, так же как и летом по ремонту дорог. Первые проверки запланированы уже через неделю. Никита Тузов, Сергей Самоленко, Эдуард Прозоров, информационный канал, город. Из-за плохо убираемых дорог в Кирове продолжается травмоопасный сезон не только для водителей, но и пешеходов. За последнюю неделю в больницу обратились еще 28 человек. Серьезных травм, как отмечают в Министерстве здравоохранения, немного. В основном ушибы и растяжения специалисты допускают это связано с тем, что кировчане уже привыкли маневрировать на скользких тротуарах. Госпитализация понадобилась только шестерым. Остальным придется лечиться амбулаторно. Всего же с начала травмоопасного сезона за помощью к врачам обратились 145 человек. И это достаточно большая цифра, учитывая, что календарная зима еще даже не началась. Сколько на самом деле должны стоить лекарства и почему в некоторых аптеках нет даже минимального ассортимента препаратов? Вопросов от кировчан стало так много, что в прокуратуре области решили провести отдельную горячую линию. В течение всего рабочего дня можно будет оставлять сообщения о всех проблемах, с которыми сталкиваются кировчане при покупке лекарств. Сообщается, что больше всего вопросов на сегодняшний день возникает у льготников, которые не могут купить препараты по двум причинам. Или их нет, или они слишком дорогие. Напомним, не так давно пациенты гемодиализа жаловались на отсутствие в аптеках препаратов для поддержания уровня гемоглобина. Сотрудники прокуратуры предлагают кировчанам оставлять свои сообщения по вопросам лекарственного обеспечения по телефону, который вы видите на своих экранах. Звонки будут принимать в среду 30 ноября. В прокуратуре пообещали, что по каждому будет проведена проверка или приняты меры. В Кирове объявлена операция «Автобус». Полицейский проверяет работу водителей общественного транспорта с помощью тайных пассажиров. Массовые проверки ждут в гаражах автопредприятий и на конечных остановках. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Короткой строкой». В Кирове решили обратить внимание на общественный транспорт. Сотрудники ГИБДД начали внедрять тайных пассажиров. Они будут ездить на автобусах и троллейбусах, фиксировать все нарушения и передавать полиции. Кроме этого, массовые проверки водителей общественного транспорта собираются проводить на конечных остановках. Совет ветеранов просит в Рио-губернатора не повышать цены на проезд. С такой просьбой они направили письмо в правительство. Также Совет ветеранов планирует поговорить с руководством областной службы по тарифам, чтобы высказать свои пожелания. Напомним, сейчас рассматривается обращение перевозчиков о повышении тарифов на проезд. В среднем предприятие просят поднять плату до 30 рублей. Решение должно быть принято в декабре. 12 декабря прокуратура проведет общероссийский день приема граждан. Обратиться за консультацией к специалисту может любой желающий. Прием будут проводить в прокуратуре области с 12 до 20 часов. С собой нужно иметь паспорт. Кировчан приглашают в путешествие с куклой вокруг света. 2 декабря в Театре кукол пройдет творческая встреча, на которой зрители смогут узнать тайны за кулисье. Там же можно будет посмотреть отрывки из мировых кукольных постановок, увидеть старинных и современных театральных кукол. Встреча начнется в 17.30. Впереди вас ждет короткая реклама. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска. Один человек получал тяжелые травмы в ДТП на улице Московской. Там водитель БМВ столкнулся с Ладой Приора. Самое резонансное происшествие в специальной рубрике. Количество обманутых дольщиков может вырасти в 10 раз. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ области и предложил, как решать проблему. Редакторы проекта в активном поиске делятся тайнами съемочного за кулисье. Зачем кировчанец строит отношения в прямом эфире, как в программу попали мошенники, и правда ли, что на свидание к Алине Мозговой можно попасть лишь со справкой о доходах. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Один человек получил тяжелые травмы в ДТП на улице Московской. Там водитель БМВ столкнулся с Ладой Приора. Подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Авария произошла в понедельник вечером на пересечении улиц Московской и Менделеева. Регистратор очевидцев зафиксировал момент столкновения. По данным ГИБДД, 23-летний водитель БМВ при повороте налево не убедился в безопасности маневра. В итоге иномарка столкнулась со встречной Ладой Гранта. В результате пассажир Гранта получил травмы, с которыми был госпитализирован. При проведении проверки сотрудники госавтоинспекции установили у водителя автомашины «Лада» в состоянии алкогольного опьянения. Теперь водитель у Приоры, несмотря на то, что он не виновник ДТП, грозит лишение прав на полтора года. За пьяное вождение полагается еще и штраф в 30 тысяч рублей. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти двух человек в пожаре в Оречевском районе. ЧП произошло около трех часов ночи в частном доме в деревне Большой Коршек. После проливки дома сотрудники МЧС обнаружили тела 69-летнего мужчины и его 71-летней сестры. По версии следствия, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки обогревателя, который стоял в сарае. Проводится проверка. Сразу двух водителей могут лишить прав после ДТП на трассе «Вятка». Оба приятеля выпивали и отдыхали в бане в поселке Гирсово. Однако один из них, водитель «Хонда Аккорд», поссорился с любимой женщиной. И от расстройства он сел за руль. Впрочем, уже через несколько километров алкоголь дал о себе знать. Мужчину занесло, и он вылетел с дороги в кювет. На помощь к участнику аварии из Гирсова выехал друг, но вскоре и его задержали сотрудники ДПС. Есть подозрение, что состояние пьяни не управляете, нет? Нет такого. Выдох, заводите на сторону. Дойдемте в машину. На обоих водителей инспекторы составили протоколы по одной и той же статье. Отказ от экспертизы. Число обманутых дольщиков может вырасти до полутора тысячи. Правительству области нужно быть к этому готовым. Количество пострадавших может резко вырасти из-за новых проблемных объектов. Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Перминов сообщил, что сейчас в реестре есть 8 домов, которые срывают сроки строительства. Официально пострадавшими считается 106 обманутых дольщиков. Но поток обращений становится только больше. Список объектов, которые на свой контроль берет правительство, увеличивается. Жильцов не заселяют в проплаченные квартиры. По прежней схеме стройка останавливается и переносится на неопределенный срок или при сдаче дома в эксплуатацию специалисты находят серьезные нарушения. В правительстве говорят, что потенциальное количество пострадавших может увеличиться до полутора тысяч человек. Редакторы проекта в активном поиске сегодня поделились тайнами съемочного закулисья. Очередной выпуск программы снят и уже готовится к выходу в эфир. Это значит, что у редакторов есть пара минут, чтобы ответить на каверзные вопросы Ольги Шмыриной. Зачем кировчанец строит отношения в прямом эфире? Как в программу попали мошенники? И правда ли, что на свидание к Алине Мозговой можно попасть лишь со справкой о доходах? Какие-то сумасшедшие поступки в жизни совершали ради любимого человека или просто на спор? Я умею сливать бензин с машины. Подойдет? Круто, да? Могу на шухере стоять. Еще умею отмычками двери открывать. Каждый день редакторы проекта в активном поиске проводят телевизионное интервью. Это некое собеседование, когда претенденты на участие рассказывают, что толкнуло их на такой эксперимент искать своего избранника перед всем городом. А также рассказывают, каким либо какой они хотели бы видеть свою вторую половинку. Кем работаете? Как давно закончились последние отношения? Почему? И есть ли дети? К участникам у редакторов проекта масса вопросов. Впрочем, есть и любимый. Сколько ты зарабатываешь? Ох, сразу. А что ты думал? Прям, можно сумму назвать? Ну, 25-30. 25-30. А откровенно говоря, много зарабатываешь? Под таким напором участники, как на детекторе лжи, раскрывают свои экономические тайны. А вы отважились бы спросить такое при первой встрече? Нет? Вот и сама Алина, как выяснилось, не просит от избранника справку о доходах. И сама не отказалась бы от прямолинейного помощника на первом свидании. Да, вообще я бы рада была. Сижу такая, так, сколько он зарабатывает? Это как вопрос. Сколько ты зарабатываешь? Вопросы Алины на съемочной площадке ставят в тупик и заставляют впадать в краску буквально всех присутствующих на площадке. Силикон, да, или нет? Не знаю. Правда, я не знаю. Смотря в какую часть и тело, видимо, да? Да. Сколько женщин было? Машина или шуба жене? Машина. Ха-ха-ха! Та-да! Это генератор нашей коммерческой вопросов? Нет, это не только я, на самом деле. Мы это коллегиально, чуть ли не всей редакцией. Да. То есть кто что, а ну-ка давайте-ка спросим, да что поковарней. И пошел мозговой штурм. Проверяли ли вы эти кайверзные вопросы на своих близких, на подругах? А-а-а, нет. Можно брать? Я вру. Вопросы, как минимум, испытывали на редакции Первого городского. А вот что для большинства коллег Алины, и уж точно для зрителей, остается за кадром, так это строгий нрав ведущей на съемочной площадке. Мальчики, ушки на макушке, только молчать. Может, там не сильно все ломать? Тише! Вы там молчите. Или кто там? Саша болтает больше всех. Ну, ногами кто топает? Не топайте. Что ж ты творишь-то там? Все, тишину все поймали. Не всегда участникам удается сдержаться от комментариев. Благодаря этому одна из съемок обернулась настоящим скандалом. Главного героя заподозрили в нечестной игре. Якобы среди претенденток на первое свидание есть его девушка. По моим сведениям, они встречаются. Вы встречаетесь? Мы не встречаемся. Ну, я... Встречаетесь? Я говорю так, как мне сказали. Они сказали, что вы договорились, который был. Это вторая участница у тебя? Пара. Алина. Да, это же не справедливо. Я не хотела, чтобы вам видеть. Не посмотрю. Стоит отметить, что пару, о которой шептались участники программы, уже после съемок заметили на одном из мероприятий города. Теперь доскональная проверка соцсетей и контактов. Обязательная процедура при формировании команды участников. У нас нет задачи брать там... Моделей. Моделей, да, там от 170 и выше, потому что это неправда. Да. Мы показываем город Киров. Соединять одинокие сердца города и менять статус одиночек Первый городской будет до конца декабря. Возможно, в конце первого сезона редакторы вновь вернутся к сложившимся на проекте парам, узнать историю их отношений и выбрать пару года. Ольга Шмарина, Эдуард Прозоров, информационный канал «Город». И в конце выпуска прогнозить погоду на завтра с Нивы познакомит Ольга Медведева. Какая погода в этот день, такой и будет зима. Сны считаются вещами и часто сбываются. Если что-то в вашей жизни в этот день будет связано с числом 3, это непременно принесет удачу. Так гласят народные приметы, а я расскажу вам о погоде на завтра. 30 ноября в Кирове ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха днем минус 16 градусов, ночью минус 13. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметра ртутного столба. Я желаю вам продуктивной среды. Таким был этот вторник, 29 ноября. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19. В студии для вас работал Артем Панекаровских. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова